Вчера, 4 октября 2021 года был ужасный совершенно день во всем мире, и многие ждут обвала рынков и говорят, ну что началось, многие потеряли деньги, особенно один молодой человек, и если вы это не он, то радуйтесь, потому что он потерял 6,3 миллиарда долларов, и это был Марк Цукерберг. Так что радуйтесь, что вы не Цукерберг, и вы не потеряли 6 миллиардов 300 миллионов долларов. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Вчера где-то после 7 часов уже по московскому времени начались какие-то проблемы и тотальные. Я смотрю, кругом новости пестрят, давайте почитаем. Вот новость от Фейсбука. Первое, значит, опасаемся, что некоторые люди имеют проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над этими вещами для того, чтобы вернуть их как можно быстрее в нормальное русло, и мы надеемся на вашу, приносим извинения за ваши неудобства. Посмотрите, что произошло. Ватсап полетел к чертовой матери. Инстаграм, Фейсбук. Что такое Фейсбук? Фейсбук это не просто Фейсбук. Может быть вы не в Фейсбуке, но вы почти наверняка в Инстаграме. В Ватсапе многие пользуются. Вот оно. Вот он. Все это полетело. Куда побежали люди? Люди побежали в Твиттер во всем мире. Это во всем мире, это не у нас. Люди побежали в Твиттер. Твиттер такой, а-а-а, все еще работает. Но Твиттер недолго держался и тоже грохнулся. Тоже повис. Есть сбои у Инстаграма, Ватсапа, Vodafone, Telecom, A1.1, O2. Это мобильные операторы. Фейсбук, Мессенджер. Все повисло. Понимаете? То есть люди идут общаться через телекоммуникационные компании, через мобильную сеть. Мобильная сеть виснет. Она не выдерживает. Упал ТикТок. Что случилось? Случилось следующее. Записи ДНС, которые сообщают системам, как найти Фейсбук или Инстаграм, были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации. Вот что случилось на самом деле. То есть кто-то подкрутил просто, вот маршрутизатор там сообщает, куда обращаться в случае, если идет обращение на Фейсбук или, так сказать, на сервисы Фейсбука. Все, просто ДНС. Какая-то маленькая штучка. Это узел в интернете. Такой вот узел, в который идут все запросы, да, и они, так сказать, перенаправляют их туда. А здесь раз и все. Неизвестно, значит, запросы идут сюда, неизвестно, куда идти. Все висит. Что случилось? Смотрите. Люди, которые, значит, побежали в Фейсбучнике исправлять ситуацию, побежали на работу. На работе они входят по бейджам. Бейджик прикладывают, значит, там все, проходит на работу автоматически. Автоматически это не получается, потому что эта система тоже привязана к Фейсбуку. Через те же самые ДНС люди не могут попасть на работу. Толпа людей, значит, они просто не могут исправить эту ситуацию. Вы понимаете, какая штука глобальная? И я не знаю, заметили вы это или нет. И к чему это привело? Посмотрите. Индекс NASDAQ. Минус 2.27%. Сейчас мы еще увидим, все это продолжилось. А что у нас? А у нас Инстаграм, Ватсап, Фейсбук, МТС. Люди побежали через МТС, значит, общаться. Повис МТС, Ростелеком, ВКонтакте, Повис ВКонтакте. Мегафон, Повис, Билайн, Повис, Теледва, Повис, Йота. Йота тоже подвисла. У Телеграма был сбой раньше. Телеграм держалась. Держался долго. Я все время сидел вчера в Телеграме. Телеграм держался. И к чему это привело? Вот они, акции. Значит, смотрите. Амазон полетел. Фейсбук полетел. Эппл полетел. Модерна полетела. Но Модерна не знаю почему. Это фармацевтическая компания. Майкрософт полетел. Энвидия полетел. Альфабет, это Гугл, тоже полетел вниз. Появляются сообщения. Неподтвержденные информации, что данные полутора миллиардов пользователей Фейсбука были проданы в Даркнете. Что это значит? Это значит, что какие-то паникеры начинают... Рассылать панику. Паника вызывает распродажу акций. Акции рушатся к чертовой матери. Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиардов на фоне сбоя в Facebook, Instagram и WhatsApp, опустившись на шестое место в списках миллиардов Forbes. Пожалеем бедного Цукерберга. Как хорошо, что мы не на его месте, да, ребята, или нет? Напишите, что вы думаете. Мир лишился большого количества контента. Все полетело. Здесь уже, значит, такие сообщения. Ну, уже пранк какой-то такой вот. Твиттер не висит. Эти, значит, борются. Пусти меня к твиттеру. Вот такое. Вот такое. Твиттер висит. Твиттер живой. Но недолго держался твиттер. Если честно, он тоже повис. И остался вот здесь. Смотрите, здесь Snapchat, Twitter, Telegram. Но Twitter и Snapchat тоже полетели. Ну и дальше уже следующее. Давайте теперь посмотрим, что же произошло с акциями. Вот он рынок акций. Это индекс S&P 500. Вот как он выглядит. Смотрите, Google, минус 2.11. Facebook в результате минус 4.89. Посмотрите. Вот он график. Вот он полетел к чертовой матери. Что это такое? Начало падения глобального, которого все ждут или нет? Amazon, минус 2.85. Facebook, минус 4.89. Вот здесь вот, опа, твиттер, минус 5.79. Ага, висел он, в смысле работал. Нифига он не работал, понимаете? Google, минус 2.11. Microsoft, минус 2. Apple, минус 2.46. Минус 4.87. Nvidia. Почему, непонятно, конечно. Ну, через Nvidia, наверное, общаюсь с биткоины, что ли. Черт их знает. Вот, Adobe, минус 3.29. Синопсис, минус 4.38. Fortinet, минус 3. И что же произошло с самим индексом NASDAQ? Давайте смотрим. Так, NASDAQ. Вот он, пошел. Пошел, родной. Вот он, индекс S&P 500. Ну, многие из этих компаний входят в индекс S&P 500. S&P 500 упал не так сильно, как NASDAQ. Вот, что случилось. Я не знаю, я вчера провел опрос в своем чате, среди людей, которые со мной общаются, в закрытом чате, которые купили курс биржи для чайников, или которые хотят зарабатывать, если нет денег. Так вот, согласно этому опросу, сейчас я вам его покажу. Вот, согласно этому опросу, ну, тут немного голосов всего, но практически все используют Telegram, чуть меньше WhatsApp используют, чуть меньше используют VK. Вот самые популярные сети. Telegram, WhatsApp, VK, Instagram, Facebook. Вот такие сети люди и используют. Вот, и сейчас я хочу подобный же опрос у себя на канале. Ответьте, пожалуйста, какие мессенджеры или какие социальные сети вы используете и пострадали ли вы. Что касается меня лично, я вчера пострадал конкретно совершенно, потому что я вчера ждал, у меня был важный звонок по WhatsApp, было назначено время. И я его ждал, ну, там время не было назначено, там вечером. Вот, я его очень долго ждал, а потом смотрю, все, невозможно соединиться просто вечером, невозможно соединиться. Сбои были в течение 6 часов. Вот такая штука. А что с индексом РТС? Давайте посмотрим на индекс РТС. А индекс РТС как заяц практически не упал. Это вот он сегодня только начинает потихонечку падать. Но вчера он продолжил рост. И, в общем-то, не упал. Вот что было вчера. Вот он, вчерашний день, вот отсюда. Вот где-то вот отсюда. И вот. Ну, вот досюда. То есть, вчера индекс РТС так бодрячком. Вот. Что с нефтью? А нефть вообще выросла. Ну, поэтому индекс РТС на самом деле вырос. А что с индексом S&P 500? А он внизу. А что с индексом NASDAQ? А он внизу. А доллар к рублю? А доллар к рублю? Рубль укрепился тоже, ребята. Рубль укрепился, потому что, ну, нефть дорогая, наверное. Я не знаю, почему. Но вот так вот. И я посмотрел на свой портфель. Он практически не изменился, на самом деле. Особенно портфель 100 тысяч рублей. Сейчас я вам его покажу. Вот он мой портфель 100 тысяч рублей за последние 180 дней. Я его сформировал где-то в конце марта. В конце марта. И с тех пор не менял. Я рассказывал о нем в серии видео. Портфель 100 тысяч рублей. Приглашал присоединиться. Рассказывал, в принципе, его формирование. В принципе, его формирование очень простое. Там диверсификация. И я пытался приблизить его к индексу S&P 500. Но при этом долларовые активы. При этом не только американские акции. Брал акции мировых компаний всяких. Там 50 на 50 доллары рубли. 40 на 60. Значит, 40% облигаций. Или там консервативные. Там, где невозможно купить облигации. Потому что на такие деньги облигаций не купишь там в долларах. А там какие-то консервативные вещи. И 60% акции. Акции я подбирал по определенным критериям, о которых я рассказывал. И вот оно. Вот портфель 100 тысяч рублей. Показал хорошую устойчивость. То есть он не сильно вырос, конечно. Но он. Всего 6,52% за полгода. Но он не упал. Вот что радует. И он именно с таким расчетом делался. Потому что это максимальная диверсификация портфеля. Что такое портфель 100 тысяч рублей. Вы можете увидеть. Вот там ссылочка под каждым моим видео. Портфель 100 тысяч рублей. Да и в конце будет ссылочка на этот плейлист. Посмотрите. Там очень интересно. Всем рекомендую. Если вы... Да. И он у меня в открытии брокера. Если вы еще не открыли брокерский счет. То я вам могу рекомендовать открытие брокер. Конечно же. И там же по этой ссылочке вы сможете нажать. Просто как открыть брокерский счет абсолютно бесплатно. Вы получите всю информацию о том, как открыть брокерский счет в открытии брокера. И что я еще хочу сказать про открытие брокера. Вчера же я послушал, смотрите, в Телеграм. То есть вот сейчас, смотрите, сейчас пандемия. Невозможно встречаться в офлайне. Да. То есть вот лично невозможно встречаться. Все закрыто. Все запрещено. И что делают аналитики открытия брокер. Они решили проводить встречи через Телеграм. И была аудиоконференция они организовали через Телеграм. Где ведущие аналитики. Это Сергей Хистанов, Тимур Нигматуллин. Ведущий аналитик. И там еще не помню кто по облигациям. Вот эти люди управляют не просто большими деньгами. Очень большими деньгами. У них вообще другие проблемы. И вот они обсуждали. Очень интересная была конференция. Я слушал там полтора часа. Просто вот вообще. Ответы на многие вопросы. Что будет с мировой экономикой в дальнейшем. Когда перестанут печатать деньги американцы. И что будет когда они перестанут печатать. Будут ли они повышать ставки долго. Что будет если они повышают ставки. Какие риски. И как они будут с этим бороться. Потом они начнут понижать ставки. Утверждает Сергей Хистанов. И я думаю что. Ну это было крайне интересно. И там еще возникла дискуссия. Как всегда. Значит Сергей Хистанов говорит одно. Тимур Нигматуллин говорит. Что он не согласен. Что все будет иначе. Но эти люди. Да. А по облигациям. Там вообще ураган. Там просто. Вопросы. Ну для профессионалов. И там. Вы понимаете. Это конференция. Где можно. Задавать вопросы. И люди задавали вопросы. Там. Ребята. Вот я вам очень советую. Послушать эту аудиоконференцию. Я просто подробнее о ней расскажу. В другом видео. Там вообще. Это нечто. И там же в том видео. Я дам ссылочку. На эту аудиоконференцию. Там люди просто. Которые управляют. Ну сотнями миллионов долларов. Вот так. И ну полезно знать о чем люди думают. Какие у них мысли в голове. И какие у них ценности. Цели. Ну и чтобы не пропустить это видео. Оставайтесь на моем канале. Поставьте колокольчик. Сейчас лайк. И да. У меня будет сейчас опросник. Ответьте пожалуйста на вопрос. Какими соцсетями вы пользуетесь. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.